Всем привет! Сегодняшняя моя тема. Это тренд 2023 года. Стиль кроше. Что это такое, с чем его носить? И как сегодня он вообще у нас выглядит? Какое приобрело лицо и вообще? Как это можно приложить к себе? Потому что мода циклична и она требует вот такого постоянного все-таки изменения внутри своего отношения к вещам, который нам кажется, что мы уже для себя решили. Все равно надо переоценивать и смотреть именно в сегодняшнем времени, что и почему это появилось и как это может положительно повлиять на наш образ в нашей одежде, в нашем гардеробе и вообще в выражении себя. Итак, кроше. Это так называемая такая вот очень комфортная, очень простая, как любят французы говорить, это то, что связала моя любимая бабушка. Это вот так вот в кавычках, но смысл в том, что это была вот такая вот грубо вязко связанная вещь. Вот топ, свитер, что угодно, но при этом в ней был какой-то уют, комфорт. Это может быть вообще больших размеров, может быть, наоборот, небольших размеров в виде маечки. Вот. Как правило, сейчас очень важны сочетания цветов, которые предлагаются, потому что цвета и вообще сочетание цветов, это на сегодняшний день внутреннее наш... Эта температура внутренняя нашего настроения, она очень важна. И поэтому многие образы вообще выигрывают за счет правильно выбранного цвета. Все цвета сейчас сложные. Они все носят... С одной стороны, приносят какую-то яркость, с другой стороны, приносят какое-то спокойствие, уют и приглушенность. Я считаю, что это очень актуально на сегодняшний день. И кроше в этом плане достаточно интересный стиль, который сегодня нужно подавать, с одной стороны, легко и просто, с другой стороны, дерзко и вот так вот, по-молодому. С чем хорошо носить кроше? Конечно же, очень красиво будет смотреться, если мы будем такой стиль считать, с разного рода денимом. То есть джинсовые юбки, джинсы. И, возможно, это будут какие-то брюки каргас с карманами, свободными карманами. Тоже будет очень красиво смотреться. Например, вот такой свитер, раз уж я его держу в руках, вот я предлагаю соединить его с такой джинсовой юбочкой. Вот так вот, чтобы это выглядел. Вот так вот, будет очень интересно смотреться. Внизу могут быть кеды, ботинки, с учетом того, что впереди осень. Вот, и ботинки сейчас носятся, то есть вверху у вас, например, майка. Вот это вот сочетание ботинок и легкого верха тоже очень симпатично. Я, когда подбирала образы, я обращала внимание на цвет джинсы, на цвет самой варенки, потому что тоже очень важно, какой тон верха, сочетание цветов и джинсы, что наиболее будет выигрышно и ярко смотреться в сочетании. Вот такой образ мне понравился. Еще один образ, аналогичный свитер, но цвета уже совсем другие. И, соответственно, они уже приносят нам какую-то другую историю. Я, например, предлагаю соединить, сочетать вот с такими брючками, вот с такой варенкой очень симпатичной. Смотрите, как это прекрасно выглядит. Опять же, внизу могут быть ботинки, кеды. Очень классно. Надо вот прям вот полюбить и попробовать вдохнуть новым кислородом вот в эти вот, собственно, в трендовые вещи, которым нужно дать новую жизнь. В наш магазин, кстати, они поступили недавно. Это все очень новинки. Приходите, пробуйте. Очень красиво, когда мы внутри свитера дополняем вот такой майкой. То есть мы уже образ составляем более сложный, даем ему как раз какую-то новую дерзость. Не просто любимый свитер любимой бабушки, да, а вот такая вот, как бы, вот внутри одевается майка-алкоголичка. Это очень красиво, когда у вас вот тут вот по плечикам выходит маечка, вот, и сверху одевается такой свободный вязаный свитер. Такая очень европейская тема. И внизу, например, тоже те же самые, например, идут джинсы. Вот, как бы это показать вот так вот. То есть майка. Вот этот вот. Прекрасный стиль. Вот. И джинсы внизу. Очень красиво, стильно. Вот. Надо пробовать, надо экспериментировать. Надо вытащить все свои топы, цветные и однотонные, и пробовать одевать их вторым слоем вот на эти вот замечательные свитера и топы. Еще один очень интересный тренд. Это вот такая вот юбка джинсовая. У нее есть такая вот очень приятная рванина. Когда это одевается на фигуру, смотрится очень стильно, интересно. Опять же, предлагает вот такого рода комбинацию. То есть идет вязаные у нас идет только рукава. Они очень красиво садятся. Вот так вот тоже можно это все одеть. Вот внизу, опять же, могут быть вообще одеть. Их можно даже гетро одеть. И вариантов очень много. Надо пробовать. Надо пробовать и искать. Вот. Теперь такого рода кроше, когда кроше используется внизу, как юбки. Посмотрите, грубо связанные юбки, но сколько в них сексуальности. Опять же, если их дополнить, использовать нашу майку алкоголичку, как топ, внутри, вот так одевается, или вот, да, майка. И, конечно же, сверху все это должно, это очень красиво, это очень женственно. Я бы вообще вот такие юбки посоветовала попробовать одеть с косухами, со свободными косухами, кожаными, вот, с какими-то джинсовыми рубашками или куртками. Потому что вот внутри будет легкий топ, он может быть более открытый, например, да, может быть, вот такой вот, как эта майка. И одевается сверху джинсовая куртка. Сейчас в шоу-руме у меня нету курток, но, в общем-то, они будут. И я думаю, что в гардеробе у вас есть куртки, косухи, джинсовые куртки, очень много вариантов. Вот. В целом, я тоже сегодня оделась в стиле кроше, то есть, мое платье, оно не вязаное, но имитация вязаного платья, в нем существует. Орнамент создан таким образом, как будто его вязали. Вот такая, как будто бы, чуть-чуть винтажная вещь. И в этом есть своя такая вот история женственности. И я ее сочетаю, вот, например, вот с такой вот достаточно грубой джинсовой рубашкой. Ну, во всем этом мне приличает цвет, сочетание цветов мне очень нравится. Есть какая-то мягкость. То есть, каждый образ нужно собирать. Нужно искать эту историю, думать, вот, как сочетать вот эту нежность, женственность, мягкость, с брутальностью и с дерзостью, и с какой-то легкостью, свободой. Поэтому кроше вот сейчас ворвался именно в таком виде. Я предлагаю пробовать. Опять же, все зависит от самого человека, от фигуры и от его внутреннего состояния. Например, оставляем юбку кроше с такой грубой вязкой. Очень сексуально, очень красиво. Там вот, опять же, могут быть какие-то, или что-то такое. И сверху, не боимся такие образы, считать вообще с какой-то вот такой вот одеждой. Вот смотрите, вот в такой блузе, такой вот у нас получается тотал, черный. Мы играем чуть-чуть на оттенках, здесь присутствует графит, здесь более черный, и внизу какие-то могут быть ботинки, либо, наоборот, открытая ножка. Сейчас тепло, это может быть какой-то, какие-то сандалии симпатичный, желательно на каком-то все-таки подъеме. И вот так вот все это может выглядеть очень цитично и красиво. Это может быть вот такая блуза во французском стиле, очень свободная, тоже очень красивая. Опять же, внизу может быть опять же свободная обувь. Конечно, сейчас обувь без каблука максимум на платформе очень актуальна, потому что мы очень много двигаемся, нам хочется везде успеть, нам хочется чувствовать себя молодыми, подвижными, и в общем-то модок и тенденция к тому, что обувь без каблука нас полностью обнимает и предлагает себя во всех вариантах, она присутствует, и многие, 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 наверное, 80% женщин уже очень крепко к этому влились, полюбили, и у нас присутствует очень много различной обуви без каблука, без каких-либо, но она должна быть такая стильная, было бы очень хорошо купить, нести, чтобы именно она была брендовая, потому что на обувь тоже обращается внимание, вот, вроде просто кеды, но было бы здорово, чтобы эти кеды были во всех нужных традициях выполнены. Вот, еще один замечательный вариант, когда я крошу, маечку, одела внутрь, аденим сверху у нас пошел, очень такой приятный детский образ, можно так вот чуть-чуть поднять это все, и снизу я предлагаю брючки табачного тона, вот как-то вот так вот, смотрите, как красиво по сочетанию все это смотрится, вот, по-моему, очень стильно, интересно, вот, и при этом уютно, и создаются, вот, как раз крошей, это о ценности, о ценности семьи, о ценности тепла, о ценности, вот, о каких-то семейных внутренних ценностях, предлагается вот в таком вот варианте, вот, очень красиво, будут смотреться, брюки, джинсы, да, вот такие вот широкие джинсы, они вообще очень красиво сидят, смотрятся, как будто это вот, такая длинная юбка, но при этом у нее присутствует брутальность, очень интересная тканью у этих джинсов, и я предлагаю их сочетать, например, вот, с таким вот, с таким вот круп-топом, крошей, вот такой, очень, очень интеллигентный, красивый, опять же, можно все это сочетать с курткой-косухой, или с каким-то другой накидкой, опять же, какая-то такая рубашка джинсовая, как у меня, будет очень стильно смотреться, вот, это может быть такой более контрастный, вверх, творите, как красиво, тоже смотрится, да, это можно все сочетать, и внутри, может быть, одета, опять же, такая вот, майк-алкоголичка, очень красиво, это очень сексуально, и прям вот, мило-мило-мило, вот, далее, такие вот джинсы, вот, мне предлагаю такой только, да, вот, я подбирала тон джинс, лекала джинс, и цвет, и крой самого топа-краше, это все очень важно, это все очень, должно быть эстетично, красиво, ну, как будто бы, знаете, вот этот эффект, когда как будто бы, я взяла любую вещь с полки, и не думала об этом, но при этом все это выглядит очень классно, вот это вот и есть удачно собранный образ, когда у человека создается впечатление уюта и простоты, когда человек смотрит, господи, сколько же эта женщина собиралась, сколько же она думала, что ей одеть, это же просто с ума сойти, нет, сейчас такая тенденция, когда женщина быстро собирается, быстро что-то такое придумала, какой-то образ, и вот уже она уже несется на пути к новым каким-то своим идеям, мыслям, встречам, и многому всему разному, еще один мой красивый в общем топ из кроши, вот с таким вот прикладываю, очень симпатичный получается, вот, можно вот такими брюками, юбками с заниженной посадкой, вот так, очень красиво можно сочетать, смотрите, как все это стильно, смотрится, мне прям очень нравится все это, и надо прямо пробовать и думать, смотреть, что из того, что у вас уже есть, и куда можно этот стиль кроши удачно списать, вот, поэтому я всем желаю нового в вашем гардеробе, в гардеробе, я желаю каких-то новых идей, пробовать себя, и это та вещь, та вещь, которая может принести очень много радости, при этом вот радость именно в этом сезоне, вот, относить вот в каком-то удовольствии, в удовольствие цвета, потому что каждая вещь из крошей, это не только уют, это еще и солнце, это еще какое-то вот такое слияние очень чего-то светлого, приятного и позитивного, в нашем дне очень важно быть позитивным, очень важно излучать вот эту вот природу позитива, и крошей это, конечно, позитив. Всем спасибо, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова